всем 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 привет с вами вами да и сегодня я буду готовить торт который называется молочная девочка ну что ж погнали как вы думаете почему торт называется молочной девочкой напишите свои ответы в комментарии а для самого торта нам понадобится сгущенку я купила в нашем магазине под названием tempo она стоила по 28 рублей 1 такая штучка и вместе получилось 56 стакан клубники он стоил 180 рублей за вот такой стаканчик там стук 10 наверное есть клубнику я на рынке у нас купил сливки 33 процента обязательно 33 процента меньше не взобьется цена 125 рублей за за 500 миллилитров орео я купила тоже в темпо она стоила стоила 16 рублей и творожный творожный сыр я купила в вами он стоил сто рублей и сейчас я хочу сказать важную вещь видите вот это вот 220 грамм некоторые покупают 140 за 70 рублей вот эта пачка 102 220 она стоила всего лишь 100 рублей геологика также я купил вот такую вот пленочку в мире пакетов вы видели она стоила 58 рублей вот такую вот чашечку не чашку хана ну как она называется короче не коробку скажем так и вот такой вот поддон это все мне обошлось одна она стоила 30 рублей поддон 10 рублей и для декора я купила в мир по дам мире подарков вот такой вот бантик вот такой банки стоит стоит 20 рублей и вот такую атласную ленту специальном кондитерском магазине я не знаю что он там делает ну ладно ну в общем то все сахар полстакана разрыхлитель 11-12 грамм и муку 200 грамм шонку пол-литра сливочная 80 грамм яйца так разбиваем яйца в небольшую тару я люблю разбивать как всегда об стол ой кажется перестарались немножечко силой моей волюшкой следующим у нас идет пол-литра сгущенного молока добавим сгущенку так сначала одну потом другой выдавливаем полностью вот так я выдавливаю лично вот так следующим идет сахар потихоньку засыпаем его у меня тут отмерено уже полстакана засыпаем засыпаем аккуратно равномерно так следующее у нас идет вот разрыхлитель 11-12 грамм это маленькая упаковочка я уже отмерила и вот она сейчас высыпаем тоже аккуратненько тоненькой стручкой тоже засыпаем равномерно следующем у нас идет масло его необходимо растопить заливаем растопленное масло сливочное вот так и последним добавляем муку 200 грамм вот у меня стакан 200 грамм засыпаем потихонечку засыпаем берем миксер и начинаем взбивать взбиваем на низкой скорости ой важно чтобы не было комков хорошо размешала тесто и теперь нужно на пергаменте прочертить окружность тарелки и заливать туда тесто знакомый кондитер говорил если пергамент хороший то его можно использовать дважды а то и трижды ну чтож мы обводим окружность тарелки на пергаменте берем я делаю это карандашом вот так несколько раз и вот так проводим окружность чтобы наполнить эту форму скажем так нужно две столовые ложки две с половиной столовой ложки сначала надо ее вырезать это форме берем 1 ложку 2 с половиной ложки на 2 с половиной 2 ложку и половиночку ложечки еще половиночка ложечки вот такая и теперь вот так задником ложки разравниваем весь корж чтобы тесто было равномерно нельзя чтобы по краям тесто не было вернее было меньше вот так мы делаем размазываем тесточка наши размазываем прям по всей форме все по всей чтобы было равномерно размазать значит где-то она пропечется а где-то она вообще сгорит где-то не до жарится вот такие вот движениями убираем излишки вот примерно так как вы видите тесто у меня немного не хватило так что мы делаем что мы делаем добавляем вернее не делаем а добавляем немножко еще тесто я возьму пол ложки то есть получается это надо будет три ложки чтобы сделать один корж вот так вот размазываем равномерно еще раз повторяю вот так мы размазали и теперь берем противень и ложим это в разогретую духовку до 200 градусов на 5-6 минут приступаем к приготовлению коржей приступаем к приготовлению крема для него нам понадобится сливки 500 миллилитров 35 процента жирности и сахарная пудра по вкусу ну что открываем сливки вот таким вот образом потому что весь жир который есть в сливках он находится на дне и его обязательно нужно вытащить оттуда важно чтобы сливки были охлажденные иначе они просто-напросто не взобьются до этого видео я их положил в холодильник на один день что-то такое открывается мы открыли и теперь выливаем вот там следующим у нас идет сахарная пудра тоже высыпаем у меня немножко потому что я подумал что у меня коржи будет так слишком сладкий и поэтому не стала делать крем сладкий ну что ж теперь мы это все должны взбить на моем миксере нужно взбивать 4-5 минут до появления пиков ну что ж начинаем взбивать надо взбивать от самой низкой скорости до самой высокой ну что ж погнали я еще взбила и он они эти пики вот так снеустойчивы все крем готов сейчас мы будем собирать торт теперь мы приступаем к вернее мы не приступаем мы начинаем собирать наш тортик я охладила наши коржи и вот они вот стоят такие там кажется получилось 10 штук и теперь крем берем наш крем и берем корж для этого нам еще понадобится поворотный столик у меня он вот такой беленький так коржи пока в стороночку уберем и вот так берем вот такую вот подставочку вложим и благодаря вот такой вот лопаточке берем немного крема немного и ложим вернее не ложим а размазываем по этой формочке предварительно я их замотал в пищевую пленку чтобы они не чтобы они не слепились итак взяли коржик так убираем в сторонку берем нашу лопу ставим посерединке и ложим корж ложим корж теперь берем немного сливок ложим кладем и размазываем кстати коржи нужно оставить примерно на день черновом варианте чтобы они пропитались вот так по краям хорошо мажем я собрала весь торт и вот какой он у меня получился вот такой вот тортик и сейчас я буду делать крем чиз для него мне понадобится творожный сыр хохонд 220 грамм я его купила в магазине вам он стоил он стоил у меня 100 рублей это не маленькая обычная вот эта упаковка за 140 грамм есть 140 а это большая упаковка вот так мы ее выдавили и нам еще понадобится сейчас молочко молочко нам понадобится чтобы сделать чтобы получилось у нас однородное масло зальем пока что немножечко молочка и начнем перемешивать миксером основная смешивать миксером ой ой да смешивать миксером как вы видите этим далеко нельзя покрыть наш тортик так что добавляем еще молочка побольше уже придется нам добавить вот так вот думаю хватит прекрасно прекрасно хватит и начинаем его отбелы вот немножечко начинаем крутить наш столик делаем вот так вот вот так крутим 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 я закончила украшать торт у меня он получился вот такой я украсила клубникой и орео и акварельными мазками ну кому понравилось это видео и сам тортик ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить ни одного моего нового видео ну а всем пока